Тот подтвердил все это, обыкновенно прозорливость его проявлялась по отношению к лицам ему незнакомым и посторонним. Из этой истории явствует, что чтение мыслей, объясняемое иными игрою мускулов, совершается как раз вопреки требованию теории моря и любо, чтобы оно имело место не только между знакомыми, но даже родственными душами. Кроме того, постоянным камнем преткновения теории, как в этом, так и в других примерах прозорливости, является то обстоятельство, что угадывается чтецами не только на личное душевное состояние человека, но и в прошлое его жизни, даже с подробностями, может быть, им самим позабытыми. Спрашивается, на основании каких мускулов будет тогда производиться такое чтение? Да и возможно ли вообще предполагать какую-нибудь игру мускулов, в которой отражались бы ряды сложных состояний настоящего и прошедшего в жизни лица? Есть ли какие-либо мускульные движения, по которым можно было бы узнавать ему подобным, как зовут Н, где он жил, в каких местах был, с какими людьми знался, в каком платке ходил, платье и тому подобное? Один прозорливый доктор во время визита больному, продолжительно посмотрев на него, сказал, что он два раза покушался на жизнь жены и теперь еще не оставляет своего намерения. Пациент побледнел и во всем сознался. Какие мускульные движения существуют, спрашивается, для выражения такого сложного состояния, как намерение убить свою жену? Потребовались бы особые мускульные движения для выражения намерения вообще убивать, а во-вторых, убивать именно жен. Кроме того, надо было бы предполагать существование точных отпечатков или следов прежних двукратных попыток пациента на убийство жены. В действительности, как бы далеко не простиралась игра в мускулах, вообще способность мускульного воплощения душевных состояний, во всяком случае, она не может отражать все мелкое и случайное. Можно легко узнать преступника или намеревающегося совершить преступление. Может быть, есть, пожалуй, некоторый приблизительный тип убийцы. И только вышеуказанный доктор по условиям научной теории чтения мыслей, самое большее, мог бы только найти своего пациента подозрительным, заподозрить его в намерении совершить что-то дурное, например, убийство. Остальное не умещается в ее рамки. И в этом-то ее и непригодность. Обыкновенно мирное тихое течение жизни шведского города Готенбурга было нарушено в апреле 1994 года приездом туда угадывателя или чтеса мыслей и, по-видимому, ясновидящего англичанина Тиндаля. Он был приглашен туда одним лицом, интересовавшимся этим психическим явлением. Но почти тотчас же по приезде господина Тиндаль сделал предметом испытаний целого кружка лиц сделался, а затем подвергся публичному всенародному испытанию. Опуская подробности об опыте с господином Тиндалем в частных кружках, которые доказали, что господин Тиндаль обладает действительно весьма замечательным даром отгадывания мыслей, переходим к тому опыту, который поднял на ноги население всего города. Комитет, организовавшийся из представителей местной печати и других лиц, решил произвести с Тиндалем следующий опыт. Одному из членов комитета было поручено разыграть вора, стащить у кого-нибудь какой-нибудь предмет. Это оказался впоследствии серебряный кофейничек. И спрятать его где-нибудь по усмотрению. Захватив кофейничек, вор в сопровождении другого члена комитета вышел из отеля, где заседал комитет. Исследуя по 11 улицам весьма спутанным маршрутам, дошел до дома одного богатого коммерсанта, фруктовая торговля которого помещалась в том же доме. Войдя в квартиру коммерсанта, вор спрятал кофейничек без ведома хозяина дома в одной из больших мраморных ваз, украшающих парадную лестницу. Простившись с любезным хозяином вора и его спутник, вернулись в отель, где их ждали остальные члены комитета. О том, где спрятана вещь и какая вещь, комитету ничего не было сказано. Вслед за тем был введен господин Киндаль, едва пробравшийся через громадную толпу народа, которая собралась у подъезда отеля. Дело было днем. Киндалью была наложена на глаза повязка, абсолютная непрозрачность которой была проверена комитетом. Киндаль казался очень взволнованным. Тем не менее, как только повязка была надета на него, он схватил за руку своего так называемого медиума, сенситива, Меллера, инженер, и быстро направился с ним к выходу из отеля. Здесь у подъезда ждал его шарабан с запряженной парой лошадей. В одно мгновение Киндаль скачал на козлы, схватил вожжи и погнал лошадей, члены комитета и в числе их вор, и его спутники едва успевали занять свои места в шарабане. Киндаль пожелал, чтобы один из членов комитета сел с ним рядом, это оказался не вор и не его спутник, и приложил бы пальцы своей левой руки к его затылку, а пальцы правой к ладони его правой руки. Ехали, несмотря на массы, толпившиеся на пути публики, так скоро, что владелец лошадей, испугавшись, на одном перекрестке схватился за вожжи и нечаянно поворотил лошадей налево, в то время как Киндаль желал поворотить направо. Оказалось потом, что направо был путь, по которому несли вещи. В следствии тесноты улицы нельзя было поворотить назад экипаж, и Киндаль, погнав лошадей дальше, вернулся, проехал по некоторым улицам к той улице, по которой была пронесена вещь. Следуя в точности тому запутанному маршруту двух членов комитета, он остановился перед домом Негоцианта и соскочил с козел, все с завязанными глазами. Вошел во фруктовую лавку. Тут он подошел было к внутренней двери, ведущей в помещение домохозяина, но она оказалась запертая. Киндаль повернул назад, пошаренным охотом во фруктах, вышел из лавки, попал в соседнюю лавку, у афера, посетители которого были крайне удивлены, увидевши человека с повязанными глазами. Вышел оттуда и на этот раз вошел в парадные сени, ведущие в квартиру хозяина дома. Тут он мигом остановился в мраморном вазе и вынул из нее серебряный кофейничек, к великому удивлению домохозяина. Тем же путем Киндаль, не снимая повязки, возвратился в отель, сопровождаемый громкими аплодисментами публиками и тысячами «Ура!» толпы. В отеле он моментально подошел к вору и указал также на его спутника, и после этого только Киндалью сняли с глаз повязку. Из других опытов интересен опыт с разноцветными ленточками, присутствовавшие, навязывали на рукав в отсутствие Киндали ленточку, каждой разного цвета, было записано, у кого какого цвета была ленточка. Затем ленточки снимались, перепутывались в клубок, и введенному Киндалю предоставлялось повязать каждому свою ленточку, что Киндали исполнял безошибочно. Все опыты с лицами, которые могут сосредоточить свои мысли на задуманном, на загаданном, удаются у Киндаля безусловно. Напротив опыта с людьми, рассеянными, забывающими скоро то, что они должны были помнить, и переносящимися мыслями на другое, не всегда и не так скоро угадывались, был произведен такого рода опыт. Условлено было, что двое загадают одно и то же. Затем одного из загадавших напоили до пьяна, и загаданная мысль не могла быть прочтена Киндалем. Когда же ввели второго объекта трезвого, Киндаль тотчас же отгадал безошибочно задуманное. Отличительной чертой Киндали является крайняя быстрота всех движений, крайняя нервность. По-видимому, и восприятие, и сознание его чувствами, и мозгом, впечатлений, представлений чужих мыслей тоже совершается с необычайной быстротою. Из шведских газет. Таинственное возникновение образов в душе художника во время его работы. Тесо и его картины. Дженс Тесо, замечательные картины которого и жизни Христа привлекли на себя всеобщее внимание в Париже и в Лондоне, и произвели там столь сильное впечатление по натуре своей, говорит репортер, мистик и ясновидец. О путешествиях Тесо по Востоку и от тщательного изучения восточной топографии и костюмов было много говорено и написано в мартовском же номере. Тесо имеет обыкновение набрасывать несколькими штрихами карандаша свои впечатления и фантазии в маленький альбом величиной не более почтовой карточки. Выбрав из этих набросков что-либо для картины, он опять делает набросок, так сказать, только скелет картины, но уже в увеличенном по желанию размере. Это просто несколько грубых линий, полуовал для лица, две трещоты для торса и так далее. Затем происходит нечто удивительное, мы бы сказали невероятное, если бы ничего не знали о глубоком, о глубоких тайниках человеческого духа. Ученые называют это явление гиперестезией или гипертрофией нервов, но как бы оно ни называлось, это явление у Тесо постоянное, неизменно повторяющееся в каждой его картине. Тесо, придя в некое особенное состояние, предварительно составив себе идею о том, что именно он будет воспроизводить, наклоняется над листом с едва обозначенными точками и пристально смотрит на него. Его целая картина постепенно вырастает в его воображении. Он видит лица, одежды, цвета, малейшие подробности. Он закрывает глаза, в восхищении бормочет. Превосходно, поразительно, о, только бы не забыть, только бы удержать в памяти. Напрягая всю силу воли, чтобы запечатлеть видение в своем воображении, он берет кисть и воспроизводит виденное на память. Большинство картин Тесо написано таким образом, но многие и лучшие не могли быть написаны. Ослепительное видение проносилось как чудный сон и не возвращалось, несмотря ни на какие усилия. Да, вздыхает он. Это было слишком хорошо, чтобы запомнить. Однако, я должен оговориться, что это явление видений не представляет собой ненормальности. Тесо просто обладает в высокой степени сенситивностью образовых красок, сенситивностью, которую одарены очень многие художники. Все дело сводится к причинам и следствиям, как и сновидения, нередко называются известными причинами. Причина видения в Тесо сосредоточенность, молитва и артистический темперамент. Его видение не всегда вызывается пристальным созерцанием листа бумаги. Они случаются с ним и на улице. Однажды, например, по дороге в Париж около Булонского леса Тесо вдруг видит перед собой массивную каменную арку, которую валит огромная толпа народа в восточных костюмах с тюрбанами на головах. Народ сильный жестикулирует и указывает на балкон на высокой стене из желтого камня. На балкон римские солдаты тащат пленника в красном позорном одеянии. С балкона спускается ярко расшитый ковер. К этому ковру грубые руки солдат наклоняют лицо пленника, показывая его народу. Лицо это Иисуса Христа. Это видение Тесо точно передал на полотне с надписью «Се человек». Непременные условия такой работы в Тесо «Уединение». Он говорит, чтобы хорошо писать, я должен думать и чувствовать себя в полном одиночестве. Инстинктивное решение трудных математических задач. Это явление в психической жизни человека мы также относим к психометрии. Один инженер решал трудные алгебраические задачи, например, мог прямо написать, чему равняется корень какой угодно степени из числа написанного во всю школьную доску. Но как он делал то, с чего другие лучшие ученики достигали долгим решением трудной задачи посредством логарифмов, он сам объяснить не мог. Он говорил, что это для него так же ясно, как 2G24. Этот инженер, так сказать, инстинктивно решал эти трудные задачи. И мало того, когда его окончательный вывод не сходился с тем, который был найден посредством долгих и сложных вычислений, он оспаривал верность своего вывода, ошибку же приписывал другим. И замечательно то, что всегда оказывался правым. К сожалению, этот инженер не был замечательным ничем, кроме своих необыкновенных вычислений. Приложение. Попытки к объяснению чтения мыслей. Профессор Вагнер о чтении мыслей. Рассказав о прежних своих опытах в этой области, упомянув о возможности влияния воли одного субъекта на другого и сославшись на известные опыты Лондонского психического общества над чтением мыслей. Профессор Вагнер говорит, эти опыты прямо приводят нас к заключению, что отгадывание чужих мыслей может быть и без прикосновения или непосредственно материального сообщения между экспериментатором и субъектом, подвергнутым опыту. Первый может и не касаться последнего. объяснений, приводимые противниками этой возможности, мне кажется более чем странными. Если действительно существует нечто, передающееся от человека к человеку, будет ли это воля или мысль все равно, их передача не может совершаться по грубо материальным частицам. Если мы допускаем гипотезу световых колебаний эфира, то тем необходимее допустить подобную же гипотезу для тех колебаний, которые во всяком случае тоньше и меньше материальны, чем эфир. Во всяком случае строить здесь ту или другую гипотезу еще слишком преждевременно и прежде всего мне кажется необходимо диагнозировать самое явление. По моему убеждению основанному на фактах, оно принадлежит к области психического гипнотизма, но для объяснения этого названия необходимо изложить мое воззрение на гипнотизм вообще. При тех явлениях, которые обыкновенно называются гипнотическими гипнотик вследствие утомления внимания или вследствие культивированной уже привычки к гипнотическому засыпанию, погружаются в гипнотический сон под влиянием воли гипнотизера. При этом сне воля гипнотика удаляется, все аппараты, которые служат для произвольных движений, угнетаются, и воля гипнотизатора распоряжается всем нервно-мышечным механизмам субъекта, как автоматом. Мне удалось заказать опытами, что при этом гипнотизме пасы не играют той физиологической роли, которую приписывают им Гайден Гайн, и вслед за ним другие физиологи. Явление сокращения мышц каталептического состояния вызывается у гипнотика осмысленной волей гипнотизатора. Такова сущность явлений при обыкновенном гипнотизме, который можно назвать животным или физиологическим. Совсем другое представляет нам гипнотизм, который можно назвать психическим гипнотизмом. При всем при нем гипнотизатор действует также своей волей на психический организм субъекта, но он действует подавляющим образом. Не на волю или психические способности гипнотика, а на его нервно-мышечные стороны. При этом действии психический организм субъекта становится более свободным и может видеть и слышать ясно то, что было непроницаемо для его органов чувств и для его мозговых центров. Он может входить в сообщения с умственной деятельности гипнотизатора или других лиц и более или менее свободно считать их мысли. В этом последнем случае собственная воля гипнотика усиливается, воля гипнотизатора и воля тех лиц, которых психический склад или психическое настроение совпадает с его собственным. Состояние и степени психического гипнотизма могут быть различны. И здесь еще широкое нетронутое поле для психолога. Психо-гипнот или психо-гипнотический сон может быть полным, когда организм субъекта находится в каталептическом состоянии. Он может быть легким, когда гипнотик владеет своими физическими органами. И вот при таком легком гипнозе гипнотик может освободиться от зависимости от физического организма настолько, что он становится способным проникать мысли и желания другого лица. Мне кажется несомненным, что чтение чужих мыслей совершается именно при таком легком гипнотическом состоянии. Ненормальность этого состояния доказывается замешательством в отправлениях нервно-мускульной системы, в неправильном дыхании, в усиленном сердцебиении и тому подобном. Отгадывание чужих мыслей, желания, задуманных мелодий есть первая легкая степень того гипноза, которая обыкновенно называется ясновидением и которая до сих пор игнорируется или не признается научной физиологией и психологией. Для меня существование этого состояния лежит вне всякого сомнения. На одной из моих публичных лекций о гипнотизме я представил факт ясновидения, который случился при моих опытах с Ганзином. Он совершился на глазах тридцати свидетелей. Он был ясен, несомненен и к нему не может быть приложен ни одно из тех толкований, которым обыкновенно прибегают лица, не верящие подобным фактам. В течение весны лета 1883 года я сделал ряд опытов с психическим гипнозом. На одном из них гипнотизируемый субъект дама во время сна на мой вопрос завязать ли ей глаза ответила нет и потом продолжала. Но есть такой человек в Англии которому завязывают глаза и он взявший вас за руку говорит вам ваши мысли. Затем спустя несколько времени она спросила меня вы знаете как этот человек читает в мыслях? Знаете? и когда я обращаюсь к ее матери сидевшей возле тихо сказал это у ней теперь вероятно идея фикс она поглощена ею то загипнотизированный быстро возразила это не идея а факт не можете ли вы спросил я сказать нам имя этого человека нет это случилось гораздо ранее чем иностранные газеты заговорили о Кумберленде было ли это очень странное совпадение или было действительно указание на то лицо вовсе неизвестное спящее и которое находилось в Англии этого вопроса я не берусь решить я рассказываю об этом факте который случился у меня на глазах при моих психогипнотических опытах с целью показать желающим заняться опытом и чтением чужих мыслей один из тех концов которому могут привести такие опыты может быть мне возразят что господа читающие чужие мысли или отгадывающие задуманные мелодии желания и цифры не находятся в состоянии ясновидения что это не есть ясновидение действительно здесь есть одна разница по-видимому весьма существенная субъекты отгадывающие мысли или желания другого лица пользуются тем материалом который находится в мозгу этого лица тогда как ясновидящий узнает и рассказывает вещи о которых никто не знает кроме его но эта разница едва ли существует в действительности по крайней мере я уверен что опыты сделанные в этом направлении с Кумберлендом Бишопом и другими подобными субъектами вполне показали бы возможность ясновидения при том легком гипнозе при котором совершаются такие опыты замесю кстати что при опытах с отгадыванием чужих мыслей повязка на глазах так же необходима как и при опытах ясновидения то есть необходимо чтобы функции физического органа зрения были была удалена и не мешала бы субъекту видеть но чем во всяком случае там и здесь так же как и при всяких психических или психофизиологических явлениях огромную роль играет упражнение или культивировка явления субъект часто гипнотизируемый и доходит наконец до возможности самоусыпления без участия гипнотизатора субъект культивирующий свою способность отгадывать чужие мысли и желания может развить ее до замечательных результатов если при этом он будет стараться сдерживать те болезненные явления как например дрожание конвульсивные движения и тому подобное то и здесь он может дойти до полного самообладания ребус 84 год номер 49 объяснение профессора Агелерова под чтением мысли подразумевается способность узнавать содержание мыслей присутствующего лица не выраженных ни словом ни сознательным жестом эта способность сводится к двум элементарным фактам психофизиологическому закону по которому всякое духовное состояние каково бы оно ни было идея волнение желание и прочее всегда сопровождается соответствующим телесным обнаружением и к чрезвычайной изощренности чувств позволяющие различать эти необыкновенно уловимые изменения подобно тому как при помощи букв и образованных из них слов приобретается благодаря этим знаком способность понимать содержание письма точно так же по некоторым невольным сокращением и растяжением мускулов по некоторым мимолетным выражениям лица по некоторым звукам незаметным никому другому самнамбулу доходит до истолкования в другом идей обозначаемых этими знаками лучшим образцом чтения мысли может служить следующий приведенный у Банжана в сентябре восемьдесят восьмого года весь веревье был сильно занят одной самнамбулой который показывал в балагане на ярмарке гипнотизер последний усыплял самнамбулу затем обращался к присутствующим предлагая написать что-нибудь на бумаге и показать ему написавший клал свою руку на руку или плечо самнамбулой а гипнотизер громко у нее спрашивал повторяя вопрос несколько раз что написал этот господин самнамбулу угадывала точно же без ошибки и запинки сколь бы не трудна была записанная фраза точно так же неизменно удавались опыты с монетами стоило гипнотизеру взглянуть на ту или другую монету показанную ему зрителю и самнамбулу без промедления говорила какая монета когда и где отчеканина не менее удивляла толпу безошибочного угадывания имени не может ли модемозель обращался гипнотизер к одной из присутствующих сказать потихоньку как только возможно тише свое имя или имя другого лица у которой спрашивали говорила на углу эстрады гипнотизеру на ухо так тихо что ее не могли слышать самые близкие соседи но самнамбулу как скоро до нее дотрагивались рукой то чажа начинала вы спрашиваете имя имя которое вы сказали генриетто все эти опыты поражали тем более что казались совершенно непостижимыми никакого обмана предположить было нельзя все происходило при ярком дневном свете на глазах у тысячи зрителей в непосредственном присутствии того кто предлагал вопрос путь к решению загадки был указан доктором баланом долго изучавшим способ обучения глухонемых руководясь его указанием Бонжан пришел к заключению что самнамбула на своей эстраде просто-напросто читала на губах своего гипнотизера фразы годы монет имена сказанные шепотом ему на ухо на углу эстрады когда ее усыпляли у нее появлялась гиперстисия зрения хотя глаза у него были закрыты герметически закрытыми они только казались на первый взгляд она видела все что происходило на эстраде и видела лучше много лучше чем громадное большинство окружавших ее лиц в правильности этого объяснения Бонжан убедился при помощи следующего опыта когда он перед началом опыта попросил гипнотизера отвернуться к стене тот смутился и отказался и как скоро Бонжан заслонил его лицо своей фигурой сам нам было осталось безмолвной на настоящие вопросы гипнотизера она хотя и стала отвечать но не то что следовало то есть не то что задумал Бонжан быть может однако предположенным Бонжанам объяснение не исчерпает вопроса возможно что указателем служат не одни губы но и все лицо возможно также что зрение помогает и слух во время глубокого сна в котором находилась моя самнамбула сообщает доктор Бурдон на гипнотическом конгрессе 89 года я ее спросил о чем я думаю о том то и том то отвечала она я слышала как вы думали и то что она сказала было вполне верно несколько времени спустя мне писал доктор Руссо нетрудно объяснить мнимо мысленное внушение невозможно мыслить без того чтобы глотка не говорила хотя и втихомолку но говорила таким образом все эти необыкновенные явления мысленного или лжемысленного внушения на деле не что иное как явление чрезвычайной изощренности слуха наблюдения эти подтверждаются не только общим психофизиологическим законам что всякому духовному состоянию соответствуют внешние выражения но и тесным взаимоотношениям между словом и мыслью вследствие которого мысль без слова так же немыслима как слово без мысли заметим заключение что в некоторых случаях сомнамболи можно помогать могло помогать мысленное внушение известный невролог Гроссе производивший на ней эксперименты в Монтелье свидетельствует что она упорно угадывала и тогда когда гипнотизер оставался вне балагана но сильно сосредотачивал свою мысль на угадываемом слове в балагане между тем записывали то что говорили сомнамбула в таких случаях по словам Гроссе наряду с крупными неудачами были весьма любопытные удачи Банжан говорил о своем открытии с большим торжеством которое несомненно было бы меньше если бы автору было известно что предлагаемый баланом и им способ объяснения уже давно был указан Баларжа и другими исследователями на чтение мыслей впервые обратил всеобщее внимание в 1884 году своими опытами Кумберленд он приглашал одного из присутствующих спрятать ту или другую вещь затем брал спрятавшего за руку если у того не было намерения ввести экспериментатора в обман по большей части приходил вместе с ним к месту спрятанной вещи с тех пор это одна из любимых игр в Англии в настоящее время общепризнанный факт что в этом случае не экспериментатор ведет субъекта как с первого года кажется а наоборот субъект своими бессознательными движениями руководит экспериментатором эти явления психического автоматизма подробно и наглядно изложены и истолкованы у Пьера Женет наше личное мнение как составителя этой книги то что душа здесь непосредственно без всяких физиологических усилий о которых говорит профессор Геллеров а одной своей духовной силы в силу прирожденного ей богоподобия считает сокровенные мысли людей что обыкновенных мирских людей считается необыкновенным то у святых достигших высшего духовно нравственного совершенства и приближения к богу составляют обычные явления вот почему в житиях святых так часто случаи духовной прозорливости предузнания будущего чтения мыслей и десновидения и тому подобное таинственные явления при этом мы должны оговориться что не отрицаем что в некоторых случаях нужно допустить внушение мыслей как средство для прочтения их но это очевидно не может относиться ко всем случаям священник Григорий Дьяченко глава 13 способность человека к проявлению магнетических влияний животный магнетизм способность человеческого организма к одическим излучениям токи лучистой энергии исходящие из человеческого тела магнетизеры давно уже утверждали что из человеческого тела бесперерывно вытекают токи лучистой энергии которые они называли магнетической жидкостью нервной силой токами ода и тому подобное уверяют будто загипнотизированное явственно различает токи этой энергии вытекающей из пальцев и рассыпающейся во все стороны словно струйки воды из садовой лейки свет свет этих лучистых токов различен для правой и левой руки стороны тела он оказывается красному правой и синему левой руки подобные же лучистые токи усматриваются и на полюсах магнита а также над жидкостью где происходит какое-нибудь химическое действие и тому подобное вообще людьми находящимися в состоянии гипноза замечается будто бы у всех организованных существ выделение лучистых токов упомянем при этом кстати что на древних индийских монументах встречается изображение вишну с огоньками выходящими из-за конечности пальцев положительная наука относилась к утверждениям закипнотизированных с некоторым недоверием в данном случае однако имелась возможность подвергнуть их экспериментальной проверке если токи этой таинственной формы лучистой энергии действует на сетчатку на сетчатую оболочку гипнотизированного глаза отчего бы им не действовать также и на светочувствительную пластинку фотографического аппарата которая как известно воспринимает многое ускользающее от нашего глаза отчатку отчатку отчатку